Медленно, но верно. В Симферополе стартовал ремонт дорог, которые так давно анонсировали в администрации. Какие улицы станут первыми и до каких пор люди будут называть проблемные перекрестки именами местных чиновников, узнавал Виталий Попач. За год нахождения в составе России на полуострове было сделано столько, сколько не делалось за минувшее десятилетие. Но это точно не касается дорог в крымской столице. Вот на этом перекрестке, к примеру, ситуация с каждым месяцем только усугубляется. Вот эту яму, через которую с трудом передвигаются автомобили, совсем недавно засыпали. Но этого хватило всего лишь на пару дней. До первого дождя. Состоянием дорожного покрытия на улицах города заинтересовалась даже прокуратура. Сотрудники ведомства собственными силами проинспектировали некоторые улицы. И по результатам проверки троим работникам администрации были выписаны штрафы на общую сумму почти 80 тысяч рублей. Прокуратура города Симферополя проведена проверкой, исполняя требования закона в сфере безопасности дорожного движения. В ходе которой установлено многочисленные нарушения за недвижащие задержание дорог в городе Симферополе. В связи с чем прокуратурой города Симферополя внесено представление в администрацию города об устранении выявленных нарушений в ходе проверки, в том числе и непосредственного ремонта дорог. В свою очередь администрация рапортует. Ремонт стартовал как ямочный, так и капитальный. Основное у нас в первом этапе ремонт улицы Леси-Украинки. Это капитальный ремонт, который будет покрываться. И генерала Васильева. Это улицы, которые ведут, скажем так, дублирующим проездом через город, для того, чтобы обходить его и не заезжать. В первоначальном плане по капитальному ремонту 12 улиц. Первая из них – Леси-Украинки. На нее выделили 58 миллионов рублей. Сумма более, чем внушительная. 25 тысяч квадратных метров. И они пока только… Вы помните правильно. Сейчас капитальный ремонт включает в себя. Мы еще и должны, чтобы машины ездили. Поэтому те вот пятна они заделаны, чтобы люди не просто пока ездили машины. А работы еще только не… Они там еще не начинаются. Они будут начинаться в ближайшее время. Кроме того, в перечень попали улицы Дмитрия Ульянова, Глинки и маршала Василевского. Наконец-то доберутся профильные службы и до злосчастной улицы Ким. А вот Красноармейская с ее ухабами придется подождать. Но в департаменте ЖКХ заверяют. О ней знают, как и о многих других. Однако охватить сразу все просто нереально. Мы реально рассчитываем на то, что нам поступит в бюджет. Поэтому для нас все улицы главные. Я не знаю даже… Назовите мне улицу, которая не главная в Симферополе. Таких улиц нету. Однозначно радует то, что теперь решилась проблема с освоением средств. Договоры заключаются на все имеющиеся деньги. Это без малого 400 миллионов рублей. Определены и первые сроки. По ямочному ремонту апрель-май, по капитальному июнь. Но в профильном департаменте акцентируют внимание на том, что эти сроки касаются тех улиц, которые есть в первоначальном плане. Остальные будут ремонтировать позже. Виталий Попач, Андрей Трещук, Алексей Романов. Время новостей. Продолжение следует...